Нина Зиновьевна родилась в Ленинграде. Ее мама закончила училище связи. Отец – кадровый офицер. На фронт отправился в первый день войны. Так как он работал и служил, свою службу он всегда называл работой. Со специальной бригадой связи особого назначения при ставке главнокомандующего. То есть у него была очень серьезная и сложная работа. Когда началась блокада, Нине с Кориковой было всего 4 месяца. В апреле 42-го малышку вместе с семьей эвакуировали по дороге жизни в Ярославль. Нина Зиновьевна этого, конечно, не помнит. О войне знает только по рассказам мамы. Молока не было. Мама вспоминала, что самое трудное это было, когда ребенок просит поесть, а дать ему нечего. Грузия, Азербайджан, Туркменистан. В послевоенное время семья часто переезжала. Но судьба вновь свела Нину Скорикову с родным городом. Там она окончила школу, поступила в ВУЗ. ВУЗ был выбран технический. Ульянова Ленина тоже институт связи. Но там не получилось у меня. Поэтому я закончила техникум по-быстрому и на этом остановилась. День Победы семья Скориковых всегда отмечает торжественно. Обязательно возлагают цветы, ходят на парад. У нас в моей семье, в семье зятя моего очень много родных воевали и также не вернулись с войны. Вспоминаем их, чтим, благодарим. Поздравлять Одинцовских ветеранов с праздником начали задолго до 9 мая. Открытки, подарки и, конечно, концертную программу подготовили для каждого. Карина Хиряшева, телекомпания Одинцова.